Дорогие друзья, привет-привет. Снова Алексей Стукалов. Всем привет. Да, Алексей Федоров. Мы снова с вами. Давайте потихонечку мы расскажем, что у нас дальше будет происходить на конференции. В общем, внимание на экран. Ну что, Андрюх, привет-привет. Приветствую вас. Как сам? Как что? Как дела? Как добрался из соседней студии? Да, вполне себе нормально, не без приключений. Меня задержали на дискуссии. 10 метров 20. Но все хорошо, да. Но ушел долго. Что была за дискуссия? У АДЖПА это вечный холивар. То есть есть люди, которым нравится, есть люди, которым не нравится, есть, которые пользуются, есть, которые не пользуются, есть те, которые активно отрицают. Но в целом достаточно продуктивно поговорили про разные всякие тонкости. Были вопросы, на которые проблемно было ответить, потому что у всех свои заморочки. Но в целом мне понравилось. Хорошо. У нас тема как заявлена? Вот я сейчас смотрю на шмейторик. У нас тема заявлена, разговор в студии про кваркус. Да. Я вот вообще пишу на спринге и то с трудом. Да, вот. И что такое кваркус? Я что-то знаю, немножко слушал Себастьяна Дашнера с его замечательными рассказами про кваркус. Но в целом выглядит прикольно. Но мне кажется, что может быть это прикольно, потому что Себастьин прикольный, рассказывает прикольно и умеет все готовить прикольно. А что это такое? Я в душе не алло, поэтому расскажи мне вот к нубу, что это такое. Извините, ребят, кто хорошо знает про кваркус, потому что не все есть такие, как я. И давайте начнем с маленького ликбеза, короткого, может быть. Да, конечно. Без проблем. Что такое кваркус? Это такой же фреймворк для быстрой разработки приложений по типу Spring Boot. То есть ребята просто посмотрели, как оно… Он очень сильно похож на Spring Boot. Там идеология ровно такая же. То есть пишутся классы, пишутся аннотации. Ты всеми теми же самыми понятиями ты оперируешь. Ты говоришь, что у тебя есть там сущности, у тебя есть сервисы, у тебя есть контроллеры, транзакции. Собственно, все ровно то же самое. И когда я первый раз посмотрел на кваркус, типа, ну да, ну Spring, ну переехать можно очень легко с точности до аннотации. Единственное отличие то, что кваркус построен на стандарте, то, что называется Джакарта-И, вот эти все аннотации, все классы взяты ровно оттуда. То есть JacksRS, да? Да, JacksRS. Понятно. Ну, а стоит задача переезжать вообще? Стоит задача переезжать со Spring на кваркус или такой задачи нет? Ну слушай, я пока такой задачи не вижу. То есть скажи мне, чем тебе не устраивает Spring, да, и станет понятно, нужен ли тебе кваркус. Нет, это ты нам скажи, чем нас должен не устраивать Spring, чтобы нас устроил кваркус. Ну, то, как они позиционируют фреймворк, называется Cloud Native Framework, да, и основные преимущества, которые были заявлены при самом старте фреймворка, это то, что приложение, написанное на кваркус, занимает меньше памяти и плюс ко всему быстрее стартует. И киллер фича, ну на самом деле вы все это слышали в микронавте наверняка, но киллер фича дополнительная, это то, что кваркус умеет на native compilation. То есть можно сделать приложение на Java, скомпилировать его в нативный бинарник, и у нас получается вполне себе приложение, которое стартует еще быстрее и тратит еще меньше памяти. Это делается с помощью Graal или? Graal vmNativeImage, да. Ровно-ровно с помощью этой спинки. А Spring Native тогда? Ну Spring Native пока еще в процессе. Но тем не менее это буквально конкурирующие фирмы, да? Да, да, да. Вот как бы молодцы ребята из Pivotal, то, что они собрались и начали аккуратно и быстро допиливать свой Spring Native. Слушайте, а это вообще реально, это больше маркетинг или это реально дает какие-то вообще говоря преимущества этот вот native? Его можно померить, конечно. Можно померить, и это прям дает хорошее преимущество. Ну какие, ну что значит хорошее? Ну слушай, ну скажем так, если у тебя приложение на JVM стартует условно там 300 миллисекунд, то native image стартует одну миллисекунду. Да это же из анекдота советского. А почему это вообще должно волновать? Это из советского анекдота про бабушек. Да. Что вроде говорят, зачем вы бабушку убили, у нее было только 20 копеек. Он говорит, вы считать не умеете, по тебе бабушек рубль. Здесь дело в том, что если у тебя бабушек много, то в принципе и сэкономишь. Да ну какая разница. Если у меня 10 или 1000 машин мне нужно запускать, то они, как у меня, хорошо, запускались 300 миллисекунд, будут запускаться 30. Мне похер. Это не 30 тысяч секунд они будут запускаться. Я их параллельно запускаю. Во-первых, ты будешь больше платить. Ровно потому, что у тебя пока JVM разогреется, ты за это все время будешь платить. Да сколько она у меня греется, там, не знаю, минуту, а потом я ее в угоду клауду сутками гоняю. Мы в это, да, вот в угоду клауду, действительно, на основе 60-е мы платим за время работы на компьютере в облаках. И чем меньше мы там времени тратим, тем меньше мы платим. И если у тебя там тысячи, миллионы инстансов этого самого твоего сервиса, то у тебя выгода получится достаточно приличная. Хорошо, Лешик, ты открой пока дискуссию к докладу, чтобы мы могли смотреть. Да, да, да. Да, я пока помучаю еще, Андрюх. Подожди, нет, все это звучит не как план, потому что еще раз, вот у меня есть на Javi какие-то, вот я даже пишу тут немножко код своими кривыми ручками. На груве. Ну, там на всем, на груве, на спинк-буте, на чем как бы бог на душу положит. Значит, и я их запускаю, ну, как бы прот, например, свой, который у меня в клауде живет, я его запускаю, ну, может, там, ну, раз в день, там, что-то деплою, да, у меня там что-то рестартует. Вот, это в лучшем случае. Соответственно, мне не очень понятно, в чем выгода, это же реально, ну, совсем копейки крохотные. То есть, разговорами про то, что, типа, тысячи машин это позволяет реально экономить, ты меня вообще не убедишь, это фигня все. Ну, тебе это не надо. Значит, тебе это не надо. А кому это надо? Каких из кейсов это прямо ощутимо? Ну, тебе, например, у тебя условный интернет-магазин, и тебе надо очень быстро отмасштабироваться за короткое время. Ну, у тебя привалило пользователь, черная пятница началась, или там красная пятница. Ну, я могу заранее понять, что у меня машины там начинают с 60% загрузки, уже на этом этапе начинают стартовать больше машин. Да, здесь прикол именно в примитивности. На самом деле, если действительно перемножать на, не знаю, масштабах какого-нибудь Твиттера, да, Таллингерд же про это много рассказывал, да, если ты начинаешь реально смотреть в объемах там сверхкорпорации, то, в принципе, там набежит такая копеечка, на которую я мог всю жизнь прожить. Вот, это только по времени старта. Еще и по памяти, напоминаю. А по памяти что? Память дешевая, как я не знаю что. Память дешевая, как в память. Вот, сейчас-то у нас дефицит микроэлектроники, да, память, наверное, будет. Ну, DDR5 дефицит, хорошо, а DDR4 попой жуй, то есть вообще сколько хочешь. Да, но опять же, на больших объемах. Сейчас DNS можем купить пару терабайт просто. Одно приложение один цент, да, сто приложений доллар ты сэкономил. Ну, какой у нас, хорошо, какой у нас реальный там бонус по памяти, сколько процентов? В три раза меньше. В три раза меньше памяти? А за счет чего? За счет того, что, ну, если мы мерим, опять же, стоп, секунду, с чем мерить, да, с чем сравнивать? А если мы говорим, например, чисто GVM, спринт-бутовое приложение, условные там педклиника и кваркус приложения, та же самая педклиника с сервисами, там, со всеми делами, примерно три раза. За счет чего? За счет того, что у них сильно, ну, нет рефлексии. То есть все, что, все классы, которые нужны, просчитываются на этапе compile time, на этапе build time, все собирается, и приложение стартует быстрее, ничего не надо сканировать, никаких проксий не надо создавать, все уже есть, все готово, все поднимается быстро и меньше памяти тратит. Вообще, смотри, если все поднимается, давай представим себе такую ситуацию, все поднимается за ноль секунд. Да. Ну, вот просто гипотетическая ситуация. И у тебя есть какие-то агенты, которые что-то считают, да? Ну, тебе так вообще не надо держать. Не знаю, пока не смотрел новый список. Ну, судя по названиям, это все Spring Boot, значит, Cloud. Да, и нам нет смысла его держать вообще поднятым, понимаешь? Оно успеет заботиться, посчитать и умереть. Пока там Spring Boot будет инжектить зависимость. Типа того. Да, если бы native image скомпилировать, так это вообще, то есть, там реально в 10 раз меньше расход памяти. Знаешь, ты говоришь, чтобы два раза не вставать. Я понимаю, но просто это все все равно, конечно, полная херня, потому что у меня, если у меня есть большое приложение, как вы говорите, вот там, твиттеры, таллингеры, вот эти все люди, значит, то у меня там просто, я не знаю, кэши лежат по сотне терабайт какие-нибудь. Ну, ты за них платишь, а можно не платить. Нет, в смысле, ну, то есть там мои... За кэши-то платить все равно. Да, накладные нароходы на GVento, это, я боюсь, нормальная большая инфраструктура, про которую мы говорим, это реально как бы мелочи совсем. Ну, если у тебя приложение постоянно крутится, вот если мы... Смотри, вот здесь два больших приложения, хорошо, с подклиникой я понял, там, не знаю, на Spring Boot оно будет весить 100 мегабайт памяти, да, в этом 30, ну, допустим, там 70 мегабайт, но в целом ничего не дает. Это полтора бакса выигрыша в клинике. Да, 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 да. Это два укола кожи. Леша, Леша, смотри, смотри, пацаны, значит, короче, реально, 70 мегабайт памяти мне не стоит ничего, у меня, я бы, если одна вемка не умеет по 70 мегабайт выделять. Я тут недавно увеличивал, у меня в тачке там Out of Memory случился в Jira, там, на тачке Jira крутится наша. Вот, и я реально, я, вот у меня было 16 мегабайтов на тачке, там, Jira, Confluence, еще что-то. Давай, раскрою, у тебя ХМХ какой. Короче, смотри, нет, ХМХ у меня 6, вот, гигов, но смотри, короче, я двигал 16 вот гигабайт у меня в Яндексе, я на складе, я ползунок подвинул на одно отделение, знаешь, сколько это было? 24 гигабайта, то есть я на 8 гигабайт подвинул, там нету 70 мегабайт вообще как класса, я к чему все это говорю? В деньгах сколько? Что, да, смотрите, что на маленьких, как бы, совсем приложениях, это, конечно, можно прикольно все показывать на слайдах, презентациях, вот, на конференциях типа Джокера, вот, но в реальности это такое, 70 мегабайт, what the fuck, вот, это первый вопрос. Второй вопрос, когда есть большие инстансы, большие прям тачки, там все равно все отправится в то, как данные вложатся на память, там, типа, все жрут данные. Ну, будет это там overhead, небольшой системный, там, Java машина или чего-то, ну, типа, хрен с ним. Слушай, сервер лес, нынешняя новая, новая мода, типа, тебе данные прилетели? Там все вообще на ноде JS пишут, зачем там Java? Какой кваркус? Native image, который будет стартовать даже быстрее, чем Node.js. То есть, типа, прилетели данные, он поджегся, отработал, умер. Ну, да, да, если в таком режиме, то да, если много коротких операций. И ГЦ вообще не нужен. И ГЦ берешь, все, он там, типа, раздулся и умер. Проблема, знаете, в чем с вашей схемой? Схема в том, что если у меня реально много коротких операций, я хочу их быстро в облако вот так вот кидать, то это просто очень неэффективная схема, потому что она по времени, вот эта вот передача данных туда-сюда будет занимать больше времени, чем реальные обсчетные облаки. Так ты не платишь за перемен, пока она по проводам ползает. Как? Я за трафик плачу, как же нет? Ну, конечно. Ну, там вообще мало. Ну, для этого есть Джерпи Си. Для этого есть Фенопс, которые должны сесть, посчитать, значит, что дороже нам на ляпках посчитать. Безусловно, безусловно. Надо нанять отдел. Да, отдел Фенопс. Да, и потом ты посмотришь, что единственный способ тебе его купить, это внедрять кваркус. Вот, да. То есть я так понимаю, что ведрение кваркуса грозит нам ведрением Фенопса. Нет, смотри, вот я нашел несколько сразу хороших вещей от кваркуса. Во-первых, на конференции полились новые темы. Это очень хорошо, согласитесь. Ты же не можешь отрицать. Ну, сейчас мы слушали только одного. Java EE 5. Абсолютно. Привет, Митя Александрова, да. Тоже возрождается очень хорошо, между прочим. Да, Хилидон. А, это, кстати, сожжет. Еще один привет, Митя. Да, мы уже вспомнили про Микронавс, вспомнили про Хилидон, вспомнили про кваркус. А, кстати, ладно, окей, понятно. Со Спрингбута нет задачи переезжать на кваркус, правильно? Генериковые, по крайней мере. А с Java EE, вот как, Джакарта EE. Там, ну, надо понять, какая еще реализация, это же успеха. Но, тем не менее, с WildFly всяких, вот, на кваркус, например. Да, вполне себе. Можно переезжать. Модный фреймворк, причем те же самые стандарты. То есть, ребят вообще переучивать не надо. Слушайте, а вот это еще тема от разработчиков. Оно медленно стартует, вот это вот. Знаете, типа, оно на моей машине медленно стартует. Да, они просто идею не открывают. Мы передаем привет ребятам в JetBrains, мы их любим. У меня почему-то на моем Mac'е, четырехъядерном, старом, четырестидюймовом, когда я идею открываю, у меня 4К внешний дисплей. Там, знаешь, как в меню пункта, так, один, второй, третий, четвертый, пятый. По-моему, появляется. У тебя развертка такая, да? Да, и почему-то... Как на сциллографе. Вот, и как бы... А когда еще особенно повезет, то есть примерно в трех раз из четырех, у меня еще она открывается не на каком-то из моих трех внешних мониторов, а где-то посередине, то есть между первым и вторым. Я, кстати, не понимаю, что люди переживают, что у них медленно что-то открывается. Я вот недавно здесь открывал... Идея и кваркус. Кваркус да и даст идее что-нибудь? Или кваркус не нужен идее, но нужен... Идея его поддерживает. Идея его поддерживает, да. Морально или... Аморально. Аморально. Ну да, то есть там есть нативная поддержка, вполне себе, там можно все эти автодополнения и прочие вкусности делать. Вы сами-то в кваркусе вообще, пацаны, каким образом? Вам это все зачем и что и как? Мы на него смотрели, когда он тут стартовал. То есть у нас-то внутри там всякие спринги, смотрим в стороны, что там можно хорошего почерпнуть. Вот, сейчас вот JP и Buddy делаем. Он сейчас у нас умеет Spring Boot. Смотрим, что можно сделать с кваркусом, где там жизнь можно улучшить, раз уж люди на этом работают. Вот там писал небольшой учебничек, вполне все гладенько получается. Там у кваркуса есть интересная штука. Слой доступа к данным над хибернейтом. Ребята из Радхата сделали настройку, называется хибернейт панаж. И там у нас что, актив рекорды получается, шаблон. Кому-то это не нравится, кому-то нравится, но, как по мне, вполне все удобно. Ну вот сейчас мы смотрим, может быть, в ту сторону. Честно сказать, вот смотри, кваркус, мы говорим про какие-то маленькие, очевидно, что, я не знаю, писать какой-нибудь там, не знаю, опердень на кваркусе, это, ну, экзотика. Назовем этот изврат так. Почему нет? Почему да? Какая разница, если пишешь на спринге, пишешь на кваркусе, там разницы, ну, никакой практически. Огромная в стек оверфлоу по количеству вопросов. А, в стек оверфлоу согласен, да, да, да. Боядунг еще. Евгену привет. Евгену привет, да, наш большой друг. И, естественно, скорее всего, у меня есть в компании приемственность по спрингу. То есть, на самом деле, вот сейчас... Слушай, спринг-наследник. Спринг-легаси. Операция-наследник? Инхеритор. Да, это как вот название фильма голливудского. Да, вот есть спринг первый фильм, потом спринг будет, потом спринг-наследник, вот такие какие-то. Спринг-династия, спринг-легаси. Как трон-легаси есть, будет спринг-легаси. Спринг-восход. Да, очень хорошо. Спринг-7. От ней-восход. Да, естественно. Передаем привет, ребята, возле восход. Мы всем передаем привет. Нет, то есть история такая, что, ну, мы говорим, что, наверное, большие приложения, иммигрировать, это сумасшедшее, скорее всего. Да, да, если только начинать новое, а начинать новое, я же как бы не в лесу живу, да? А начинать новое надо не на GVM. А на чем? А на чем? Я патруль зрителей просто. Хорошо, молодец. Там жалопрограммисты. И получается, что надо начинать новое, но я не в лесу живу, да? Я не сижу такой, типа, у меня есть там, я не знаю, 600 запряженных бойцов. И они, скорее всего, спринг-бот. Бьют копытом и... Ну, так. Я им прихожу, говорю, у нас кваркус, и у меня бьют копытом уже два бойца. Слушай, нет, у тебя через неделю будут бить копытом и все, я думаю. И 500 уволились. Абсолютно. Ну, слушай, пойду сберу. Слушай, пыль, да. Пыль дорог. Ты можешь сказать, кваркус на котлине. И, может быть, не все уволятся. А может все. Да, может, оставшиеся 100. Я ты заговорил про панаж просто. Да. Это такая... Вообще, ОРМ, ну, в головах моей головы, например, и, наверное, в головах многих, это все-таки такая тяжеловесная интерпрайзная штука, да? Опять же, если говорить про хелитон, хелитон поддерживает... Поддерживает... Репозиторий, да. Хиберней тоже поддерживает. Поддерживает, да. Но основная там тема, это типа реактив, это вот такие легковесные сервисики, туда-сюда, быстро отработал. Это какой-то вообще, на мой вкус, вообще какой-то конкурент ГО получается. Ну, здесь то же самое. Здесь и реактивщина есть. Все то же самое, совершенно. То есть, кваркус на самом деле, это не чисто... Он не с нуля родился. Внутри там вертекс. То есть, поверх него ребята сделали... Пойдем про экосистему тогда. Давай, да. Давай, про экосистему. Вот экосистема Spring Boot, мы ее открываем на сайте. И вообще, ты давно создавал новый Spring Boot проект? Ну, буквально вот вчера. Ну, я вот день смотрю в то, какие стартеры там есть. Да. И просто восхищаюсь. С этим проблема. С этим проблема. То есть, ну, тот же самый хибернейт. У кого он воспринимал? У кваркуса. То есть, это же делали ребята из Red Hat, да? С самого начала в Quarkus была родная поддержка хибернейта. Что, в общем-то, было бы странно для Red Hat не сделать родную поддержку. То есть, приложение можно писать сразу. Условные круды на Quarkus. Многим, кстати, нужны просто круды. Вот. А вот с остальными интеграциями начинаются интересные моменты. Кваркуса еще один фреймворк. Любую библиотеку можешь подключить. То есть, это будет не Spring Boot, который тебе магически все заведет, да? Или не заведет. Или не заведет. Такое тоже бывает. Примерно в половине случаев. Вот и стартует с лотереей, да? Как стартует. Вот. Но любую библиотечку ты можешь подключить и работать с ней в Quarkus, как с обычной библиотекой. Ну, как, в общем, привыкли все. То есть, она встраивается в экосистему? Ну, обычная, да. Это просто как учетная библиотека. Я все-таки про экосистему не как про библиотеки говорю, да? У нас есть, например, Spring Security. Да, в Quarkus есть поддержка Электрона. И сейчас, Undertow, по-моему, тоже они. Ты можешь любые слова говорить. Я знаю Spring Security, понимаешь? В Quarkus есть поддержка с серверов авторизации тоже и с коробки. И с ними есть там учебники, как с ними работать. То есть, не хуже Spring Security. Местами даже получше. Просто в реальном мире есть большая проблема рынка труда, да? А, кстати, с Котлином как? Хорошо. Они умеют. Можно писать на Котлине. Даже на Котлине умеют. А на Груи? На Груи нет. Ну, я не знаю, по крайней мере. Слушай, если я от Jira, интересно, запущу вообще вот нативно. Там же тоже Jira Spring какой-нибудь, наверное. Ты не запустишь нативно, скорее всего. Почему? Надо посмотреть. Ну, да. Кстати, почему? Jira же тормозит, все знают. Про всякие Quarkus, Native Image, все это, конечно, классно. Но есть небольшая особенность. Родные библиотеки Quarkus поддерживают Native Image. То есть, если ты условный крут сделаешь на чистом, там, Quarkus плюс Apache Panache, о, хибернейт Panache, все будет хорошо. Как только подцепляешь сторонние библиотеки, Native Image, понятно, что работать будет примерно как Bootstarter, там, в половине случаев. За счет чего? За счет чего? GraalVM, Native Image, концепция какая? Closed World. Приложение должно знать заранее про все классы, которые у него есть. Как только в какой-то библиотеке, которую ты подключаешь к своему Quarkus-приложению, появляется там динамическое создание классов, там, чего-то еще такое. Ну, давай тогда вот прям по порядку. Чего нам нельзя? Чего нас лишили? В нативном мире вообще? В нативном мире нас лишили того, что мы можем создавать код, про который мы не знали на старте приложения. Условно, догрузить какой-нибудь там. Как критика. То есть все рефлексивное нельзя? Не все рефлексивное. Класс ByName можно. То есть там есть какие-то все-таки хаки? Да, да, да. То есть, например, если искать класс ByName, ты можешь это, Quarkus, точнее, GrailVM Native Image, это может просчитать. Ну, допустим. Вот, ты можешь запустить, например, если мы про GrailVM говорим, да, отвлекаемся от Quarkus, ты можешь там запустить на GrailVM приложение, посмотреть, какие классы оно поднимает, использует в своей работе, эти классы принудительно включить в сборку образа нативного, и у тебя там, опять же, все будет хорошо. Но как только у тебя появляется какой-нибудь прокси динамический, да, который там, или, не дай бог, ByteBody, ты подключил. А какой там, кстати, как там хибернейт-то вообще работает? Честно, не знаю. Надо смотреть. А ByteCode Enhancing, что ли? Наверное, скорее всего, это такое. Потому что там же прокси, на проксе, там, по-моему, есть прокси. Скорее всего, там будет ByteCode Enhancing. Честно, не знаю. Вот. И в итоге, как только у нас появляются вот такие вот там штуки по созданию классов, мы приехали. Native Image уже работать не будет. Давайте посмотрим вопросы. Зачем Quarkus, если есть Spring? Такое уже мы обсудили. А какая у Quarkus лицензия, спрашивает у нас Илья Викторович? По-моему, Apache 2. Врать не буду, не смотрел. Не знаю. Apache 2, если я правильно помню. И отличный, кстати говоря, вопрос от Артема. Мы его, конечно, ждали от другого человека. Но вопрос такой. Зачем переходить на Quarkus, если там нет BIN-постпроцессоров? С ТДБА, я считаю. Пробел, восклицательный знак. Но это не вопрос. А, нет. Это вопрос. Зачем переходить? Если нет BIN-постпроцессоров. Вот, кстати. Вот пишут, что нас лишили. Значит, не надо. Лишили нас BIN-постпроцессоров. Я думаю, что Антону надо просто написать свой. BIN-постпроцессор? Как сказать? Пусть Артем напишет свой BIN-постпроцессор и скомпилирует под Quarkus все нормально. Я думаю, что в этом была ровно та идея, что Quarkus должен знать все заранее для того, чтобы уменьшить количество рефлексий. То есть в BIN-постпроцессор что-то такое можно делать, что мы не можем высчитать в билдтайме. Ну, там можно делать и то, что можно высчитать в билдтайме. Да. Ну, видимо, из соображений безопасности просто выпилили и все. Лучше выпилить, чем сделать плохо. Это будет работать там раз. Один раз из двух или из трех. И вот от Антона как раз вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Кстати, а что существенное теряем при переходе на Quarkus, кроме расходов на сам переход? Опять же, мы все время говорим про переход какой-то постоянно. Ну, да. То есть переход, наверное, это не... Это не то. Ну, вот в девятнадцатом году, когда я разговаривал с ребятами из Red Hat, у них была очень четкая рекомендация. Не переходите на Quarkus. О, это прям продажное слово. Вот. Но тогда это была версия 1.0 чего-то, да, там ранние 1.0. И у них была очень четкая рекомендация. Не переходите. Делайте новые сервисы на Quarkus. Старые приложения, если работают, только не трогайте их. Ну, то есть это действительно разработка только чего-то нового. И когда тебе нужно поэкономить память и ускориться. Может ли быть такое, что я начал новое приложение на Quarkus, а потом в процессе понял, что у меня какие-то проблемы с Quarkus. Естественно. Да. В каких случаях? Страх вообще. Понимаешь, что это страх, что ты... В каких случаях? Давай, рассказывайте, пацаны. Если используется какая-то экзотическая технология. То есть у Quarkus есть так называемые экстеншены в библиотеке. Своя собственная экосистема библиотек, которые, по идее, должны быть еще там... А кто их поддерживает? Частично разработчики, частично RedHat. У RedHat там вот это тот же самый хибернейтовский экстеншен RedHat. RedHat его поддерживает. Там какой-нибудь Camel, ну, надо смотреть просто. Скорее всего, разработчики поддерживают Camel. Вот. Это вообще звучит как вендерлок, если честно, немножко. Если ты пользуешься экстеншенами, да, но еще раз повторяю, ты можешь подключить любую библиотеку. Мне всегда пугают такие ответы. Да, есть проблема, но в принципе, теоретически вы можете и дальше какие-то... Нет, нет, нет. Там нет стартеров. Там нет стартеров, например. То есть вот условно, если нет Kafka extension, придется что сделать? Родной библиотеку, там, драйвер Kafka условно подключать и пользоваться API Kafka, которую предоставляют производители Kafka. То есть такого, как Spring Boot там... Так это и есть экосистема? Или нет? А кто еще пишет? Вот я спросил, нет. Разница в том, что кто пишет для этого дела вот эти экстеншены всякие? Кто пишет для этого все... Сторонние разработчики пишут. Экстеншены сторонних разработчиков есть, их много. Окей. Ну, сами вендоры, что ли? Да. Можно где-то вот посмотреть целый список? Конечно, смотри. Вот если ты зайдешь на code.quarkus.io... А давай ты зайдешь на code.quarkus.io... Ты прочитаешь пять самых первых, топовых, да. Ну, слушайте, ну вот у меня сверху висят, вот как в Spring Boot Starter, висит список экстеншенов, да? То есть REST-EASY, GRPS, Hibernate-валидаторы, Reactive WebSocket Connector, JSONB, это что касается веба, Flyway, кстати, вот он, SmallRy, GraphQL поддержка есть, это все экстеншены, ты как в Spring Bootе можешь их включать себе. OpenAPI, поддержка OpenAPI, документации. Кстати, вот JAX-RS это вообще такая штука, типа, я думаю, что если сходу взять 10 человек и спросить, что вы про это знаете. Jackson или JAX-RS или что-то еще. Вот, что касается работы с данными, значит, ну, Hibernate понятно, GDBC-драйверы почти под все платформы, амазоновский DynamoDB, API для Amazon S3 ты можешь подключать, там, я не знаю, Liquibase, MonoDB. Ну и вот нам в чат пишут, что для Kafka все есть и все отлично работает. Apache Kafka клиент, вот, да, я нашел. Дождите. Мессенджинг, I'm Coupé, опачкавка клиент, Artemis GMS. Ну давай, вот, давай моделировать ситуацию, у нас, значит, есть какая-то задача, какая, давай придумаем задачу, которую, я потом, я тебе заранее скажу, мы будем решать, на чем ее делать, на Spring Boot'е или на Quarkus'е? На работе там будете решить, уже потом. Ну да. Не, ну вот интересно, под какую задачу это подойдет. Да, я вот не понимаю пока. Ну, из головы, я не знаю, подклиника, очевидно, что на Аксессии, на MS Аксессии надо делать вообще подклинику, да? Очевидно. Под мак. Вот, вот я в первую очередь думаю про спектр задач, когда нужно реально, там, быстро масштабировать эти инстансы, и они будут небольшие. Я не знаю даже таких задач. Да, да, да. А хорошо, обработка транзакций, пусть будет обработка транзакций. То есть, я не знаю, там, с банкоматов идут транзакции, банковские приложения. И вот обработчики транзакций. И в какой-то момент времени объявили денежную реформу, и все ломанулись снимать деньги из банкоматов. Я надо быстро отскейлиться, потому что транзакции… А в какой стране будет денежная реформа? Что у нас там по стокам? Да, в дефолтной стране. Мне кажется, если в дефолтной стране вот все пойдут снимать все деньги, то это даже один сервер не нагрузит никак. Ну, то есть, в смысле, что, по-моему, там объемы никакие примерно. Нет, там просто очередь из людей в банкоматы. Это будет гораздо больше, чем… Там есть natural stop, понимаешь? Да, да, просто сколько у тебя будет, ну, минуту, даже если человек за минуту будет снимать, то это… А если у тебя там какой-нибудь аграрный банк развития, я не знаю, там… А если сервера платежной системы написана так, что они работают медленнее, чем люди, чем люди обслуживают банкомат, как оно иногда и бывает. Ну, мы, конечно, верим в нашего партнера, Мил Плэрсон, который делает хорошо, но, тем не менее, все равно этот сценарий с трудом представляет. Слушай, вот реальный кейс… У меня был товарищ, который работал на финансовой организации, который обрабатывает платежи. Подожди, я зачитаю вопрос, потому что он в тему. Если у вас же есть готовое приложение, я добавлю, или у ваших друзей, есть готовое приложение на Quarkus, то с какими проблемами пришлось столкнуться и что необычного? Вот сейчас ты про реальный кейс тогда… Нет, реальный кейс немножко про другое, про масштабирование как раз. Это система платежей, и они реально рассматривали переезд на Quarkus, потому что там в условные рождественские праздники и в условные там черные пятницы объем транзакций от интернет-магазинов такой, что они не успевали масштабировать свои сервисы для того, чтобы обслужить все транзакции. Масштабироваться надо было 21 декабря. Известно же, когда все заранее. Ты совсем подолгогой не можешь. Мне кажется, когда у нас Новый год? Нет, слушай, меня просто пугает, короче, следующее, что все дискуссии про вот эти scalable, серверлесс, лямбды, какие-то масштабирования облака, все сводится к черной пятнице. Черная пятница, сука, бывает один раз в год, про нее все известно. И всегда в пятницу. И всегда в пятницу. Все же понятно, типа зачем? Это такой уникальный кейс, который жизненный. Да он не жизненный, он безжизненный. Я про эту черную пятницу слышу и не знаю, сколько. Ты что-то ржешь. Не, ну реально, а есть нормальный-то пример? Да есть, есть, на самом деле есть заказы такси. Дождь пошел, заказы такси. Да, реальный кейс. У тебя Uber. В Лондоне. К тебе полетит. Ну, где-нибудь. Ну, дождь пошел либо в Питер, либо в Лондоне. Понятно. Да тут не кончаются, да, здесь. И действительно идет взрыв. Идет взрыв заказов. И вопрос в том, что отмасштабироваться типа надо, да? Быстро. Быстро. Ну, быстро, это реально. Дождь может пойти быстро, в принципе. Так я нет, я все понимаю. А Новый год быстро не наступает. Он наступает целый год. Мы же про это говорили. Мы видим, что растет загрузка серверов. Мы добавляем мощностей спокойно. Не когда у нас 90%, а когда у нас 70%, когда у нас 60%. Ну, кстати говоря, ты же не просто стартуешь приложение. Они же какое-то время будут отмасштабироваться. Тебе надо там что-то завести. Вот, кстати, интересный вопрос, да? Ты что-то там масштабируешь, у тебя есть, наверное, какой-то докер иммаж, да? Наверное, да. И тебе куда-то его надо закачать. Он, скорее всего, уже закачан, там в облаке лежит. И он такой развесистый, да? Не обязательно. Хорошо. Совсем не обязательно. Ну, я тебе говорю. То есть, мне кажется, просто какая там долька вот запуска самого приложения из вот развертывания. Да, развертывания в докере, кстати, да. Если у тебя нативное, ты можешь там на одном имидже развернуть там несколько экземпляров. Или там даже... Типа иммаж лежит. Или либо лямбду ту же самую. То есть, у тебя просто лямб будет поджигаться. Не, а просто мне интересно, что у меня такой за сервис развертывания в облаке, в котором быстрее 300 миллисекунд у меня разворачивается вообще сам контейнер. Мне кажется, что там это... Он может быть преподготовлен, там, или на приложение стартовать. То есть, если у тебя преподготовлен, ты мог преподготовить. И приложение, да, чтобы оно там... Да, да. Ну, да, наверное. Вот, по-моему, у Азула есть такая технология, которая тебе позволяет, типа, слепки некоторые, лепить логи этого самого, как оно там называется. Ну, что у тебя делал там компилятор, например. И потом просто вгружать эти данные, чтобы быстро... По-моему, это в Зинге есть такая фича. Ну, вот. Это про прогрев виртуальной машины. Сейчас, мне так кажется, что для сервера реально прикольная штука. Это когда вот оно пожило, что-то посчитало и умерло. Вот, к чертям собачьим. Все, просто не нужно. То есть, условно, смотри. Если у тебя 300 миллисекунд поднимается приложение на БУТе. На БУТе. Да. И представим, что у тебя запросы идут каждые 150. Ну, представим себе такую ситуацию, да. А получается так, что тебе, ну, приложение гасить бессмысленно. Ну, что ты погасишь там. Пока стартует заново, да. Да. А здесь условно... За сколько у нас тут поднимается? Пусть будет 30. 30. Не то, что так не гасит приложение. Некоторое время смотрим, там, минутку смотрим. Не нужно, погасили. А вот вот здесь не надо смотреть, понимаешь? Можно смотреть. Что с ним? Ты, типа, знаешь, что премьерный рейд, там, прихода каких-то там сообщений, вот такой-то, да. Ну, там, не знаю. 150 миллисекунд. Да. И ты знаешь, что ты поднимешь его за 30. Отработает у тебя вся эта штука, там, еще за 5 миллисекунд. И тебе нужно 35 миллисекунд. На все про все. А бутон нужно 300. И вот оно все время поднятое стоит, потому что... Ну, хорошо. И оно загружено на 1% времени, понимаешь? Потому что обработка сама коротенькая. Короче, все. Давайте, вы мне не ответили на мой вопрос. Я пока не придумал задачу, но я к этому иду. Знаешь, надо так дико ржать на свою камеру. Знаешь, была такая прекрасная одесская передача, я первый канал покупал. Там вот это, маски-шоу, по-моему, как она называлась? Ну, маски-шоу? Деревенщина. Маппет-шоу. Не-не-не, вот есть белорусская, как она. Там что-то про... Там вот эти... Клоуны такие. Ну, это маски-шоу, деревенщина была. Вот, да. А там были такие люди, которые более 747, больше платят. Крутой пике. Да, крутой пике. Они были наушники, как у нас, кстати. Они смотрели в экраны, делали так. Там один был капитан, а второй это салфи от страха. Ты кто? Я стюардесса. Это самое, значит, ребят, сейчас еще, хорошо, последний мой вопрос по этой части. С Ruput поговорили про, он же Bandwidth, поговорили про Start, поговорили про Warm-Up, поговорили про Memory Location, да, и компактность всего. Что с Ruput сейчас является ли это какой-то фичей, почему стоит найти? Не знаю, наверное, как-то... У нас есть вопрос, что такое вертекс. У нас говорят, то есть, смотри, как это для человека выглядело. Ты говоришь, так как, все хорошо, там вертекс. Сидит человек и говорит, что такое вертекс? То сквак, все-таки не разобрались, а уже вертекс. Зачем? И в этот момент, мне кажется, должно, знаешь, что происходить? Должна быть такая вот штука. Заставка наша будет. Это наш бадди. Хорошо. То есть, про с Ruput и Bandwidth, про скорость этих приложений нативных мы не знаем ничего. Потому что из общего... Ну нет, можно посчитать, но как бы... Ну да. О, IOT. Я все-таки, наверное, почти добрался. IOT мертв, мне кажется. Я не смотрел сводки. Там JFrog же сделал exit, после этого IOT никому не нужен стал. Нет, я имею в виду на девайсах, то, что работает на девайсе. Ну слушай, на девайсах Linux разворачивать, в котором будет native image, если только. Ну да. Мне кажется, он будет жирноват. Идея нехорошая? Он будет жирноват просто, он не поместится. Это какие-то жирные такие прям девайсы должны быть. Ну, холодильник. Ну, нет, он жирный с другой стороны. Нет. У холодильников мало памяти. Разбери какие-нибудь там могут быть? Не, мне кажется, на самом деле, да, есть, конечно, embedded. Есть вообще java cards. Ну да, да, это вот это на смарт-карту. Она определенно, она бутится там успевает. Она и так практически, там ничего не надо делать. Ну это, короче, вот куда-то туда. Кстати, можно... Зачем мне тогда, подожди, все хорошо в этой схеме, кроме того, зачем мне туда версию jacarta.ie тащить? Да какая разница? jacarta.ie это спека всего лишь там несколько каких-то вещей. Ты же не тащишь туда весь... Слушайте, а что мы сами придумываем кейс? У нас здесь люди есть. Да, вот Марат тут защищает всячески Quarkus. Я так понимаю, что Марат уже там про одно, про другое написал. Остаться нужна пояснительная бригада. Да. Нет, вот Марат уже не первый вопрос задает. Марат, вот ты нам напиши пока в чате, зачем ты используешь Quarkus, если ты его используешь. Значит, давайте, на чем мы... Давай, Леха, давай посмотрим, во-первых, кинус вопросики, прилетели. А я туда периодически смотрю. И что там как? Нам ответили все-таки, чем там люди-то занимаются? Зачем им Quarkus? Там был человек, который использует Quarkus, наверное, даже в продакшене. Вот, да, и было очень интересно узнать про него, что там, зачем он использует. Так, нужна пояснительная... Все еще нужна пояснительная бригада про Vertex. Vertex — это набор инструментов или библиотек? Во, во, давай Владимиру ответим. Я вопрос озвучу сначала. Quarkus имеет смысл, если тачки не в облаке, и вроде никто в облака не хочет лезть. Здесь два вопроса. Хороший вопрос. Здесь два вопроса. Слушайте, рассматривайте Quarkus как аналог Spring Boot. На нем тоже можно писать приложение не для облаков. Если вдруг вам потребуется native image, сможете собрать там нативный имидж для того, чтобы по вашему продакшену приложению крутилось даже на локальном сервере. Оно будет... Давай тогда поймем, что такое Quarkus без native image. Это просто реализация джекарты и спецификации. Да, именно так. То есть просто application server. Да. Это все-таки веб-сервер или это application server? Вот это важно. Это application server. Да, именно так оно и есть. С поддержкой реактивности уже тот самый Vertex, про который спрашивают люди. Но мы им не ответим. Это библиотека просто, которая позволяет делать реактивные... Сейчас, извини, Андрюх, мы должны это сделать. Давай, подожди, давай так. Надо потом нарежем. Мне нравится, мы пригласили Андрюх в студию, но по-разному мы просто троллим друг друга и наших участников замечательных. Ну да, почему нет. Андрюх, извини, пожалуйста. Да, что вы, господин, хороший разговор идет. Очень приятный. Вот, Vertex — это просто набор инструментов, который позволяет делать реактивные приложения там достаточно просто. Реактивные приложения. Реактивные. Это то же самое, что Spring Boot, на котором реактивщину пишет каждый 700-й. Да. Но только вот он для каждого 700-го. А если выкинуть Олега Дакуку из этих списков и Андрея Родионова, то, в принципе, каждый тысячный даже. То есть мы и так можем посчитать комьюнити, да, по-твоему? Ну, может быть, да. То есть все-таки это для реактивщины? Я к тому, что реактивщина там в ядре. Ядро реактивное. И императивное. Самое смешное, что императивное построено поверх реактивного сухи. Разберемся. Или Донаджи тоже Java EE, да? Да, это тоже имплементация, если я правильно помню. Это тоже имплементация Java EE. Давай тогда разберемся с вендорами, да? У нас есть Spring. Spring. Как основной вообще, в принципе... Ну да, у которого критическая масса сейчас, наверное, 85-90%. У нас есть Red Hat. Это вендор Quarkus. Это вендор Quarkus. У нас есть Oracle. Это всего остального. Да, всего остального, в том числе и JVM, да. Хотя их сейчас больше уже. Не, ну и Red Hat вендор JVM. То есть получается, что в каждом приличном обществе должна быть своя какая-то реализация. Экосистема, скажем так. Потому что Red Hat Quarkus продвигает как часть своей экосистемы построения приложений. Нет, безусловно, у них Vertex. У них не... Как это это? Project Reactor, да? У кого? У Red Hat? Нет, у Red Hat Vertex. Нет, у Red Hat там дофига-то чего. OpenShift, OpenStack. Нет, это понятно. Это понятно. Я говорю реализация реактивщины. А я не знаю. А Микронавт, кстати, его спросил. Микронавт тоже это один из... Нет, понятно. Это Vertex или... Нет, у них там своя какая-то имплементация, если я правильно помню. Угу. Там у них что-то своя. А кто-то на реактор хотел очень? На атомный. Вообще, при слове реактивщина... Вообще, все понятно. То есть, это... Вот есть энное количество вендоров, да, они развивают примерно одну тематику. Да. Они все-таки... Ну, основной поинт это все-таки реактивщина, да? Потому что иначе бы ее в корт они включали. Ну, как-то... Да, 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 да. Основной поинт у них... Ну, они сделали реактивщину дешево, потому что если Spring Boot шел от императивщины к реактивщине, и поэтому у них там WebFlux еще рядышком стоит, да? То те ребята построили единый API на реактивном вот этом тулките на Vertex. И зафигашили туда Hibernate. Hibernate они адаптируют. Это RedHat. Hibernate служит RedHat. Это было бы странно. Хотя бы одна... Хотя бы один драйвер для Pastgres вышел, который... Конечно. Реактивный? Реактивный, по-моему, нет. Там 0.9 версия уже. Слушай, там другое. Там же есть вот этот проект, который называется R2... DBS. DBS, кажется ли, как-то так. Это спецификация. R2DBC, да. Это же спецификация. Ее должны приментировать. Во-во-во. Вот, собственно, про это и речь. Про это и речь пойдет... Ну, будет, будет доклад. У Марка. Доклад будет, да. Будет, будет. У Марка Палоха будет про это прям доклад. И там вот, наверное... Вот интересно, вот оно, да, вот оно все. Слушайте. Но это еще не финальный эспект, я так понимаю. Нет, это финальный эспект, но нет драйвера в продакшн-рэйде, который... То есть эспека она есть. Там все какая-то очень проста. Если заглянуть на R2DBC, там что-то очень просто как-то все. Просто интересно, что требуется от драйвера, чтобы это все реализовать. Ну, слушайте, он должен работать просто по-другому, да. Он должен вот в реактивной парадигме полностью работать. То есть он должен... Вчера был доклад, да. Вчера был, нам подсказывали. Вот. Вот. То есть все эти неблокирующие чтения, все это должно быть драйвери. Вот те самые там... Континерейшны. Понятно. Еще вопрос, как это поддерживает база. Да, со стороны базы дальше следующий вопрос. В общем, смотрите. Я пытаюсь все построить дерево принятия решений. Вот. Смотрите. Получается так. Акстись. Акстись, Алексей. С этой идеей. Мы находимся в корне. Я аналитизирую по вечерам, когда один. А ты много аналитизируешь? Меня жена смотрит. Ну, это к слову. Привет, жене, Алексей. Поэтому я работаю. Я называю, что я работаю. Хорошо. Я занят. И у меня есть вот корень, да. Вот я здесь сейчас стою, и мне надо принимать решение, да. И вот у меня есть первые две ветки, да, такие, типа. У меня реактивщина, у меня нереактивщина. И по нереактивщине мы сейчас быстро пройдем в тупик. У меня нереактивщина. Соответственно, я смотрю, какая у меня там нужна команда, да. Ну и там... И 90% вероятность, что я буду спринг-буд. 95. А с вероятностью 99... 9 и 5, наверное. Наверное, да. И с вероятностью 99 твоим техническим ледом будет Олег Дакука. Абсолютно. Да. И получается, что, ну, в этом случае практически наверняка нет смысла, да. Поэтому идем влево по дереву принятия решений. Правильно? Да. И у нас там есть, ну, если мы говорим реактивщина versus нереактивщина, то, скорее всего, да, спринг-буд. Там ты можешь и нереактивщину использовать с хорошим комьюнити, с хорошими уже наработанными решениями. Там ты можешь использовать и реактивщину. Ребят, кто реактивщину использует? Чатик, ставьте плюс. Да, кто не использует минус. У кого есть два проекта с реактивщиной и один проект с безреактивщиной, ставим один. Так, все, ты очень сложно уже сказал. Короче, ребят, у кого есть реактивщина в проекте, ставим плюс, у кого нету, ставим минус. Значит, все остальные ставим там, не знаю, смайлик, привет Андрею, что-нибудь там передаем. Короче, что-нибудь нам фидбай для этих понятий. То есть, в таком ключе смотрим, да. На реактивщину ты и на спринге можешь писать. Тоже с хорошим комьюнити. С хорошим учебничком. У Марата плюс. Нет, это неожиданно, да. Вот. Соответственно, дальше ты смотришь, есть ли смысл тебе ехать вот в эти микрофреймворки, которые мало памяти потребляют, которые стартуют быстрее. И на них ты тоже можешь писать там реактивный и нереактивный стэк, но реактивщина так уже заложена. Смотри, мы все усложняем. Давай упрощать. У нас возраст уже, тебе сколько лет? 86. Мы слишком стары, чтобы усложнять, да? Тебе уже все. У нас три плюса и один минус. То есть, спасибо. Ребята, кстати, смотрят. А, бут плюс и в плакс. Я еще. Вот, бут плюс и в плакс, да? Я еще минус не отправил просто. Я еще минус могу отправить. Нет, смотрите, история такая. Что вот мы должны все упростить. Если у вас, значит, получается нереактивщина, то, скорее всего, спринг, да? Ну, там разбирайтесь. Там даже вкусовщина. На вкусовщине будем вставать в тупик и дальше там решайте цель. Идем налево. Там у нас спринг с фэдфлаксом. А там у нас, кстати, очень много вариантов. Спринг с фэдфлаксом, кваркус с вертексом. Что там еще у нас есть? Микронавт с каким-нибудь. Микронавт в перспективе с Project Reactor. И Хелидон, кстати. И Хелидон, да. И Хелидон. Тоже, по-моему, в перспективе сейчас чем-то таким. И вот теперь нам нужно делать наш тяжелый выбор. Уйду в Go. Смотрим. Я выбираю Go. Смотрим на вендор, наверное. Чем кваркус может взять? У них вендор достаточно солидный. То есть, хотя... А Орголы-то не солидный вендор. Хелидон стартовал позже. Он может быть сырее. Это мое личное ощущение. А он может быть зато более молодежным. Слушай, зато у меня есть телефон Мити. Вот насчет вендоров. Мне кажется, вообще фишка Хелидона для русскоязычного комьюнити это то, что у нас есть Митя Александров, который один из разработчиков. И болгароязычный. Ну да. Ну да. Кстати, Митя говорит на пяти или шести языках. Это, кстати, да. Один Митя, наверное, стоит человек сто комьюнити, если он реально разрабатывает все эти вещи. Он мощный, Митя, конечно, крутой. Нет, ну речь про то, что вот реально... О каких людей мы знаем из кваркуса, которые вот по-русски говорят? Ну Себастьян Дашнер неплохо. Не, ну да, да. Вот, кстати, можно ему написать какие-то... Ну да. Ну да. Блин, надо было, знаешь, что сделать? Надо было прям посадить вот этих двух человек и выяснить. Да. Где-нибудь подальше от людей и писать на Спринге. Да, да, да. В этот момент просто сидеть и писать очередной рест-контроль. А я, ребят. Слушай, а у нас вот есть Спринг МВС, да? Есть Спринг Рест. Вебфлаксы и МВС там они как бы... Что, Спринг Рест, он-то при чем? Я к тому, что у нас здесь только JaxxRS, да? В кваркусе. Да. Для... Для... Но, нет, у них там есть очень интересная штука. Специально для тех, кто чувствует, что им надо переходить со Спринга. У них есть, во-первых, книжка. Quarkus for Spring Developers. Книжка. Запоминаем, есть книжка. Да, книжка. Бесплатная. Бесплатная. Написанная Антонио Гонзалвес. Есть перевод. Гонзалвес, да. Да, есть такой. Антонио классный. Чего? Перевод есть? Пока нет. Она вышла буквально месяца полтора назад. И перевода нет? Вот. И Quarkus умеет поддерживать спринговые аннотации. То есть на Quarkus можно начинать писать как на Спринге, но по факту ты получишь Quarkus. Там не все поддерживается, но большая часть спринговых аннотаций... То есть они пытались... Вот это тоже интересный момент. Они пытались стянуть на себя часть аудитории, конечно. Да, да, да. Получается, что не для миграции. А, 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 не для миграции приложений, а для миграции леммингов. Ты можешь взять спринговые контроллеры, подключить их к Quarkus'ному приложению, и есть хороший шанс, что они заработают. Просто это очень страшно. Это как бросится... Слушайте, реально. Давайте вот подходить. Надо тоже... Готого подходить? Что я услышал из нашего разговора? Я этот ваш Quarkus не в жизни. Потому что сплошные вопросы, ответов нету. Когда мне еще рассказывают, что они переписали, и на самом деле вот они еще спринговые какие-то аннотации реализовали, мне в этот момент хочется сказать, так, нахрен. Я с этим-то ничего понять не могу, как это работает. А тут вообще, мне кажется, черт другу сломает. С такой точки зрения ты как бы останавливаешь прогресс, понимаешь? Если ничего не будет появляться нового, то старое не будет улучшаться. Не было бы там GraalVM Native Image, не начали бы микрофреймворки массово делать Native Image для лямб, например, для серверлес. Я не думаю, что спринг будет сильно раскачаться на свой спринг Native. Сколько из клиентов компании Hallmont используют Native Image? Скорее лямбды. Давайте про лямбды поговорим, потому что... Ну, лямбды. Я не успел просто сказать зеро. Да. Вот как бы. Два раза не успел сказать зеро. Чем мы обсуждаем? Чем мы обсуждаем? Смотри, на самом деле это хорошая движуха. Потому что технологии заимствуют что-то друг у друга. Кто-то делает первый, получается, как получается. Главное, чтобы с JavaScript поменьше заимствовали. Все приходите на HolyJazz, прекрасная, офигенная будет конференция на следующей неделе. Тем более. Но, тем не менее, у нас есть выбор, понимаешь? Даже если это выбор кажущийся, это лучше, когда у тебя никакого нет. И на самом деле ты не работаешь в R&D департменте. Подожди, ты сейчас про Java, я сильно постарел. Ты не работаешь в R&D департменте, потому что их начали уже увольнять, а тут раз в Quarkus. Потому что кто меня туда пустит, я же дебил. Ты на собеседовании не прокачиваешься. Те говорят, значит, вот смотрите, три технологии. Хелидон, Quarkus, Spring. Вы на чем будете писать? На Spring. На Spring. Все, ты не прошел уже сразу в R&D департменте. А если скажешь микронавт четвертый, то пройдешь точно? Ну, не знаю. Ну, как интересующийся. Да, типа, я знаю даже того, чего вы не знаете. Нет, ну если ты в R&D департаменте Red Hat, то, может быть, у тебя с Quarkus есть какие-то шансы. Но в целом, конечно, да. В R&D департамент Pivotal, я вот не уверен, что... Плюрализм — это хорошо. Да, плюрализм — это хорошо. Во-первых, слово классное. Да. Во-вторых, у него есть даже значение. Да. Не полиморфизм, Лёг, ты его не путай. Да не, я тебя минс давал по философии, я в курсах немножко. Не, плюрализм — это хорошо, потому что именно он как бы позволяет развиваться. Действительно, вот даже есть, вот посмотри, параллельно развивается достаточно много веток. Тот же там Vertex Reactor, да? Ну, это две параллельные ветки. И это хорошо. Там тот же самый, я не знаю, Hibernate и Spring Data GDBC. Это хорошо. Скорее, Spring Data GEPA, Spring Data GDBC. Выбираем? Да, я это имею в виду. В целом, я считаю, что это классно. Eclipse Link. Вот есть такое слово. Есть, кстати, мы им пользуемся. Hibernate и Eclipse Link. Слово Eclipse Link. Мы Eclipse Link'ом пользуемся. На некоторых проектах. Да. Ну, на многих, потому что на нем Jimix Club построено. Ну, да. А Тул написали ли Hibernate? Нет, Eclipse Link — отличная штука, она такая стендалон. Да кто уже работает? Нет, это реализация GPA. Да, соответственно, с Eclipse Link'ом ваш тул тоже прекрасно должен работать. Он работает, да. Но там просто есть свои приколы. То есть, есть просто аннотации чисто под Hibernate, например. Ну, да. А Eclipse Link, к сожалению, наверное, нет. Eclipse Link — это, кстати говоря, референсная имплементация GPA. То есть, Hibernate — это вообще… Ну, начиная с какой-то версии, да. С Eclipse Link'ом было ноль, по-моему. Раньше был топ-линк, который передали в Eclipse Link, который превратился постепенно. Ну, да, да. То есть, на самом деле, надо смотреть в Eclipse Link'е, если ты хочешь посмотреть, как правильно должно работать. Кстати говоря, там появился, по-моему, GPA 2. Это не совсем так, конечно. Потому что у тебя есть спека, но дальше у тебя есть R.I., который reference implementation. Вот. И есть тесты на это на все, которые тоже там… Ну, очевидно, reference implementation проходит тест. Так, короче, нет. На самом деле, нет. Вот бага может быть в любом из трех мест. Вот. И часто бывает, что спека написано, R.I., который там, ну, в нашем случае, Crips Link, криво ее реализует, но тест тоже криво написан, поэтому никто не заметил, что баг. Нет, слушай, там был такой прикол, по-моему. То есть, это реальный инцидент каждый раз. Ну, GPA 2.1 вышла какая-то штука, что можно возвращать данные стримом из базы. Ну, типа, Java Stream. Ну, и должен создаваться курсор, как-то так предполагалось. Ну, типа, прикольно стримить данные, да? Там не то, что ты взял и выссал всю таблицу к чертовой матери себе в приложении. Ну, вот. Хотя некоторые так делают. И так делают и ClipStink, кстати. То есть, если посмотреть их спеку, они высасывают все, оборачивают это в стрим, и тебе по одной. Ну, да. И спамики аккуратно. Швыряют, раздают. Ловите ребят, что как сами. Абсолютно, да-да-да, абсолютно. Память еще не кончилась с тобой. И ты такой, типа, блин, я забираю данные, и у меня ОМ. Но я точно знаю, я крутой парень. Я читал в спеке. Сначала что-то сеть легла во всем, а потом память кончилась. А потом ты такой, типа, я точно знаю, как это пофиксить. Берешь, делаешь там... Зелебистищный курсор и вперед. Нет, какой же телебистищный курсор? Ты возвращаешь стрим, потому что он же для этого сделан. И значит, нахрена этот метод вообще? Вот какой у него смысл? Ты его вызываешь, у тебя та же самая проблема? Это такой стримы не работают? И так геру пишешь. Да-да, очевидная проблема. Поддержка странная, у меня идея своя была. Да, ребят. А знаешь, почему поддержка странная? Потому что это Eclipse Link. Вот это идея. Вот и докопались до света. Вендоры столкнулись, да. Хорошо, ребят, весело с вами, но надо выходить из эфира. Ребят, значит, прямо сейчас у нас что идет? У нас идет Concurrents RedStrike Processing in the ZGC с Эриком. У нас идет проблемы Long Life RPC стримов с Юрием Устинским. И Bootyful Spring GraphQL с мистером Джошем Лонгом. Идете вообще-то дискуссия о кровавой интерпрайсе, или как мы обновляем то, что под капотом у микросервисов. И идет, и уже, точнее, заканчивается, вот сейчас помашем ручкой, разговор с Андреем Беляевым о том, что такое Quarkus, зачем он нам нужен и все такое. По-моему, говорили про все, что угодно, про Quarkus говорили меньше, но было весело. Было весело, да. Было отлично. Кстати, классное название, вот просто, что под капотом у микросервисов. То есть, что в коробке спичек, для меня это так звучит. Да. Типа вопрос. Ну, потому что там что-то маленькое очень. Что в пакете, знаешь, что в пакете? Открываешь капот игрушечной машинки такой, посмотрю. Что в пакете? В каком? Пакет. Что в пакете, который пакет? Пакет. Что в пакете? Пакет, что в пакете? Матрешка. Дальше рассказывать. Ребят, покажите нас всех вместе, и будем выходить из эфира. Наш гость Андрей Беляев, Холманд. Мы поговорили про Quarkus, поговорили про кучу всего, про Native поговорили, да, про много вещей. Про микрофреймворкеры. Про микрофреймворкеры от разных лендеров, да. Вспомнили кучу наших замечательных друзей. Всем большой привет. И для вас сегодня работали Леша Стукалов. Леша Федоров. Да, Леша Федоров. И увидимся не со всеми из нас, но с некоторыми завтра. Вот, надеемся, что день хороший. Все прямо сейчас уйдем в тематическую дискуссию или в один из трех докладов. Пока-пока, ребят. Всем пока. Эй.